Вы смотрите MarketWatch, это краткий обзор главных событий мира финансов. На ранних торгах в Азии был опубликован блок макроэкономической статистики из Китая. Речь о данных по изменению темпов роста ВВП за четвертый квартал 2022 года. Фактические данные оказались хуже предыдущих значений, но при этом лучше прогноза. Даже при жестких карантинных ограничениях, экономика Поднебесной выросла на 2,9% в годовом исчислении, а безработица снизилась до 5,5%, при прогнозируемом росте до 6%. Умеренно оптимистичный отчет не оказал значительной поддержки нефтяным котировкам, а также остальным сырьевым активами и валютам, так как инвесторы учли весь этот оптимизм еще в момент снятия карантинных ограничений. А теперь переходим к публикации данных из Европы и Канады. Одним из наиболее важных индикаторов для большинства стран мира стала инфляция, так как нередко она кратно превышает целевой уровень. Но Германия продолжает фиксировать ее замедление, хотя годовой показатель все еще остается высоким. Также сегодня и Канада опубликует отчет по изменению темпов роста инфляции. Общее ее замедление является очень хорошим сигналом, увеличивая вероятность завершения процесса повышения процентных ставок центральными банками мира. А это в свою очередь бычий сигнал для сырьевых активов и рынка акций. Несмотря на то, что рынок нефти продолжает получать поддержку, активность покупателей остается слабой. Сегодня он практически полностью проигнорировал данные из Китая, но уже в момент открытия американской торговой сессии настроения могут измениться. Напомню, что в США были длинные выходные, и по сути лишь сегодня у них начинается рабочая неделя. Поэтому, есть риск увеличения волатильности торгов нефтью и не только. Также сегодня будет опубликован ежемесячный отчет ОПЕК, который может также поспособствовать увеличению торговой активности на рынке черного золота. А теперь перейдем к рынку драгметаллов и золоту в частности. Ситуация не сильно изменилась со вчерашнего дня, мы наблюдаем умеренные распродажи, которые выглядят вполне логично. До открытия европейской торговой сессии, котировки удерживались выше 1900 долларов, тем не менее, риск дальнейшего их снижения остается повышенным. Причина внеопределенности. Ведь предыдущая волна роста была обусловлена ожиданиями того, что Федрезерв завершит повышение ключевой процентной ставки. Но до подтверждения этих ожиданий еще более двух недель. За это время котировки золота могут вернуться ниже отмеченного психологического уровня. Похожая ситуация и на рынке криптовалют. После достаточно сильного роста накануне, мы наблюдаем явное ослабление покупателей. Биткоин все еще удерживается немногим выше 21000, а эфириум выше 1550 долларов. Но уже второй торговый день активность покупателей очень слабая. Учитывая то, что наблюдаемый рост был спровоцирован ожиданием завершения повышения ключевой процентной ставки Федрезервом, сложно исключить риск коррекции. Так как до оглашения результатов голосования по ставке Федрезерва более двух недель. И по мере приложения этого дня спекуляции будут увеличиваться, способствуя росту торговой активности. Поэтому появление любой информации о готовности американского регулятора поднять ставку может оказать давление на большинство монет. На этом у меня все. Внимательно следите за новостями и будьте готовы ко всем сюрпризам рынка.